31 декабря бой курантов завершает не только старый год, но и осенние призы вооруженной силы России. Часть наших мальчишек остается служить в Курском гарнизоне. И тому есть несколько веских причин. Законодательный акт предусматривает оставление в Курском гарнизоне в первую очередь специалистов, ребят которых подбирают командиры по специальности, по родственной, по гражданской специальности. Ну и естественно решение о призыве принимается губернатором и он определяет, что каждый год, вы знаете, уже в течение 10 лет ребята, которые женаты, имеют детей. Мы естественно оставляем в Курском гарнизоне и размещаем в ряде наших воинских частей, куда у нас есть наряд. Дети-сироты и ребята, у которых родители-инвалиды, как правило, тоже служат на территории своего региона. Нужно, конечно, помогать семье, да, нужно смотреть на своих детей, да, нужно помогать родителям. И мы навстречу идем. Губернатор на это дело смотрит весьма положительно и четко это дело контролирует. В нашей области дислоцируется соединение части ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, воздушно-космических сил. Сегодня в Курском гарнизоне пятая часть всех военнослужащих, солдат срочной службы, контрактников, сержантов, прапорщиков и офицеров, наши земляки. Дифференцированно построим каждому призывнику, тот, который осуществляется в Курске. Но надо сказать, что наши ребята, не все хотят служить в Курске. У нас и женаты ребята откажутся от этой привилегии или этого права и едут служить в те войска, которые им по душе, про которые они мечтали. Служат куряне и за пределами области в частях западного военного округа. Отзывы от командиров только положительные. За ребят не стыдно ни родителям, ни комиссарам, которые отправляли их в армию. Ну, к примеру, у нас есть в танковом биатлоне, допустим, четвертая танковая дивизия, наши казаки, так называемые ребята, призывники, которые вместо лошадей приносили на танки, которые участвуют и в международных играх. Это лучшие солдаты Курской области. Это лучшие солдаты Курской области служат в президентском полку, служат в шиндорожных войсках, в инженерных войсках, в нашей бригаде РКБ защиты. Чтобы определить лучшего солдата Курской области, военкомат направляет в армейские части два запроса. Первый через три, второй через шесть месяцев службы. С помощью отзывов и характеристик, полученных от командиров, определяются лидеры. Родители отличников боевой и политической подготовки приглашают на встречу с военным комиссаром. Честуют родители не только военный комиссар. Это главы муниципальных образований, это администрация города, администрация области. Я думаю, что воспитание наших ребят, которые служат в армии, и те, которые готовы по первой команде встать на защиту нашей Родины, заслуживает более чем благодарность. Сыны полка. В 2003 году шесть мальчишек-сирот прибыли из Воронежа в Курск на попечение бригаду РКБ защиты, где к ним добавились еще двое местных ребят. Они росли и воспитывались в воинской части. Сегодня командиры гордятся своими сыновьями, четверо из которых стали выпускниками профильной академии. Естественно, они росли и сейчас служат в другом месте, новую офицерскую службу, они начинали здесь. На сегодня, на сегодня у нас два офицера служат в составе бригады. Они куряне, да, из трудных семей. Армия их воспитала, армия их направила учиться. И сейчас они достойно служат. В 2018 году министр обороны поощрил за проделанную работу около 90 курян. Среди них военный комиссар области. Полковнику Родионову вручен орден за сослуги перед Отечеством второй степени. И статуэтка лучшему специалисту в области организации проведения призыва на военную службу. Военкомат Курской области один из лучших в западном военном округе и в Российской Федерации. В 2018 году, будем так говорить, у нас наиболее успешный год, хотя и очень тяжелый. Мы заняли первое место в организации подготовки и проведения призыва и организации военно-патриотической работы. Мы заняли второе место в комплексе на базу мобилизационного развертывания и ее функционирования. Офицеры Курского гарнизона отмечают, многие ребята хотят остаться служить на Малой Родине. Командование частей проводит набор на контрактную службу, внимательно изучая документы каждого претендента. Хочется и стоит отметить ребят, которые приходят на контракт с города Курск, с Курской области. Ребята довольно-таки способные, имеют большой расширенный кругозор. Довольно-таки быстро обучаются, повышают свои профессиональные качества. И в короткие сроки из них получаются неплохие военнослужащие. Военнослужащие по контракту обеспечиваются денежным довольствием и необходимым обмундированием. Они могут питаться в воинской столовой, семейным предоставляются служебные квартиры. Если солдат не женат, ему выделяется комната в общежитии. Государство и, в частности, президент делают очень многое для обеспечения качественного прохождения военной службы. Военнослужащим по контракту нельзя забывать и про те гарантии, которые медицинское обеспечение военнослужащего на территории Курского гарнизона расположен, военный госпиталь, также санаторно-курортное лечение военнослужащих, предоставление определенного пакета соцгарантий. Каждый военнослужащий после завершения второго контракта имеет право участвовать в накопительной ипотечной системе, где уже, в принципе, на четвертом году службы может купить квартиру в городе Курск. Суворов говорил, тяжело в учении и легко в бою. В снежный зимний день в ракетной бригаде занятие по специальной и тактической подготовке. Батарея выполняет боевую задачу, принимает и перегружает ракету на пусковую установку. На все про все 20 минут, затем учебно-боевой пуск. Комплекс «Точка-1» не новый, но довольно-таки неплохо усовершенствованный. Позволяет выполнить задачи в кратчайшие сроки. Также сегодня вниманию предоставлялась отработка вопросов по тактической подготовке, нападения диверсионно-разведной группы, где стартовая батарея заняла круговую оборону и отразила нападение противника. Батарея с поставленной задачей справилась под четким умелым действием руководством командира подразделения. Среди этих ребят курянин Александр Турубаров. Он окончил школу номер 50, а затем получил специальность противопожарная безопасность. Уже был на тот момент ребенок, поэтому забрали именно в нашу бригаду курского гарнизона. Ну, в принципе, как я сюда и попал. Пришел попробовать по контракту. В принципе, так все вроде бы понравилось. Александр служит в ракетной бригаде с 2011 года. Сейчас он начальник расчета хранения и транспортирования. Все, что мы знаем там об армии, это там где-то автоматы, пистолеты. На самом деле, если окунуться в это, то гораздо все интереснее. Ну, не так просто. Просто люди разные бывают, знаете. Кому-то попроще, кому-то хочется. Кто-то подинамичнее сам по себе. Ну, мне нравится. Армия для Александра Турубарова стала нормой жизни. И, похоже, уходить из воинской части в ближайшее время он не планирует. Говорит, что и супруга уже не представляет его на другой работе. К самые спокойные дни, ну, то есть, когда нет боевой подготовки, идут занятия. Также пребываем к 8.40. У нас развод, построение. Потом идут занятия. Те или иные. 6.30. Убытие домой. Действия во время учебного боя настолько слаженные, что противнику, пусть и условному, ничего не остается, кроме поражения. Немаловажное значение в армии имеют взаимоотношения в коллективе между ребятами. А они как раз здесь идеальные. У нас бригада по контракту. Поэтому, как бы, если вы думаете, что какая-то дедовщина где-то процветает, то нет, мы уже про это все забыли. И мы относимся уже на равных. Мы все контрактники. Старше только офицер. Российская армия сегодня – это отлично вооруженные и экипированные войска. Хорошие условия для солдат и офицеров и членов их семей. Это забота государства о каждом, кто стоит на защите Родины. Квартирный вопрос решился в 2013 году. Служебное жилье выдали. Сейчас проживаем в служебном жилье. Собираюсь брать военную ипотеку. Сейчас уже время подошло, уже довольно-таки за это время накопилось на счету. Собираюсь воспользоваться все-таки военной ипотекой. Именно здесь, на учебных занятиях по боевой подготовке, вчерашние мальчишки осознают, что такое настоящая армия и воинская честь. У каждого свое понятие по поводу этой чести. По поводу вот... Ну, не знаю, я не могу вам сказать. Это внутри. Понимаете, это внутри каждого. У каждого своя, как и правда, так и честь. Я считаю, что солдат никогда не должен предать. Тот человек, который служит с честью, он уважает закон, уважает федерацию свою, за которую он, собственно, и служит. Игорь Кузнецов родился в Большосолдатском районе в многодетной семье. Окончил школу и практически сразу получил повестку в военкомат. Парню дали отсрочку на время учебы в сельхозтехникуме. После того, как я закончил техникум, пришла повторная повестка с военкомата. Когда я пришел в военкомат, прошел медосмотр, мне поставили категорию годности А1. После чего предложили служить здесь у нас, в Курске, в ракетной бригаде. Командиры внимательно изучают личные дела тех, кто идет служить вооруженные силы России. Немалую роль играет гражданская профессия призывника. Игорь Кузнецов, пробыв некоторое время в части как срочник, решил подписать контракт, понимая преимущества такой службы. Игорь служит по контракту уже третий год и намерен оформить военную ипотеку, так как летом в его семье намечается важное событие – свадьба. Родители и младшие братья очень гордятся им. Когда я приезжаю домой, братья много расспрашивают об армии. Особенно мой второй брат, которому сейчас 14 лет, ему предстоит дальнейшем служба в армии. И он тоже задумывается о том, чтобы подписать контракт и прийти не в какую-то другую часть, а именно ко мне. Потому что ему очень понравились мои рассказы про данную часть. И он намерен прийти сюда. Командир – главный человек для солдата. Ведь дом порой слишком далеко. А проблем, особенно на первых порах, у ребят достаточно. Особенно если мы выезжаем куда-нибудь в командировки или в поля, они действительно заменяют нам родителей. К ним можно всегда подойти, проконсультироваться, обратиться со своими проблемами, вопросами. Они никогда не откажут, всегда помогут. В нашей стране профессия офицера всегда считалась почетной. Поступить в военные училища любого профиля в иные времена было очень трудным делом. Сегодня многие мальчишки также мечтают свою жизнь связать с армией. Многие ребята уже отучились, стали лейтенантами. Здесь у нас продолжают служить. Многие уже подали документы тоже на поступление. Я планирую по окончании данного контракта получить высшее образование и идти дальше учиться на лейтенанта. Неважно, кем служат ребята и в каком звании. Главное, что каждый из них в случае опасности для страны будет готов выполнить боевую задачу, поставленную государством. Ведь в большей части наши ребята, я уже не раз об этом говорил, это лучшие солдаты вооруженных сил Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова